18 тысяч квадратных метров, на которых была проведена колоссальная реконструкция. Крупный инвестпроект начал реализовываться в Ишиме в 2017 году, в 21-м дан старт первой линии. Современная линия по производству конфет позволит к Ишимской кондитерской фабрике Слада кратно увеличить ассортимент конфет. К существующим позициям добавляются конфеты из нуги, суфле и мягкой карамели с орехами. В первоначальном новый цех будет трудоустроено 100 человек. В дальнейшем коллектив увеличится до 750 специалистов. Сюда перевезут оборудование из старого здания фабрики и установят дополнительные конфетные четыре линии. В планах в пять раз увеличить производство сладкой продукции с длительным сроком хранения. Сейчас с этим продуктом, он как бы высококонкурентный, он позволит нам выйти на Китай и на ближайшие зарубежья. То есть мы планируем прирастать за счет Китая и за счет внутреннего рынка. Лышими реконструировали приемное отделение областной больницы номер 4, площади увеличенной в три раза. Необходимость возникла несколько лет назад, когда медучреждения пяти районов объединили. Поток пациентов увеличился кратно. Год назад на реконструкцию оборудование и мебель из областного бюджета было выделено более 200 миллионов рублей. В приемном появились реанимационные палаты и спецоборудование. Компьютерный томограф, который позволит проводить на раннем этапе диагностику и определяться уже с тактикой ведения пациентов, чтобы понять, например, пациент поступает с политравмой и нуждается или в оперативном лечении, или травматологи должны заниматься, или полостные хирурги. Поэтому диагностика именно на этом этапе очень важна. На открытие этого объекта яблоку негде было упасть. Новый дворец культуры ждали все горожане. Центр культурного развития построили практически за два года. Многочисленные аудитории для занятий различными видами искусств могут посещать более полутора тысяч взрослых и детей. Зал на 500 посадочных мест. Александр Мор отметил, что в регионе идет большая работа в рамках нацпроекта «Культура». Открытие библиотек, открытие виртуальных залов во всех наших муниципалитетах. У нас идет большое количество, порядка 12 объектов культуры, где идет капитальный ремонт. Мы проектируем небольшие типовые дома культуры, уже не дворцы, а дома культуры наших небольших поселений. Большой перечень объектов, которые входят в национальный проект «Культура» не только в этом году, но и на ближайшие несколько лет. Дворец культуры в Ишиме был выбран его жителями в ходе народного голосования. Будет еще один объект, который, по мнению ишимцев, нужен городу – Ледовый дворец. Его планируют возвести в залинейной части. Оксана Павлова, Владимир Курков, Тюменская служба новостей.